Ребят, одна случилась приятность. Мы уже посмотрели готовый ролик, и вдруг мы обнаружили, что туда закралась реклама. В середину, в конец или в начало. Знаете что, мы сначала хотели, естественно, его порвать, уничтожить, но подумали, объявим-ка мы конкурс. Конкурс такой. Те, скажем, пять человек, которые найдут эту рекламу и напишут в комментариях, получат приз. Фирменную хреновуху из Архангельска. Идет? Хорошо, тогда оставляем рекламу, ловите ее и смотрите этот фантастически красивый ролик. У самовара я и мой Илюша. Поэтому я по совету друзей купил новый автомобиль. А я Росгвардия. Вкусно ли? Вкусно. Мы обречены на внутренний туризм. А вы что подарили своей маме? Вот вы. Умрут те олени. И в итоге вот хрен положил я на это на все. Самая нелепая съемка, в которой я когда-либо принимал участие. Друзья, я блогер. Ложкой можно есть вот этот вид. Это центр, туристический центр, куда мы приехали, называется Малые Карелы через А. Не надо путать с Малыми Ко-релами, потому что это вон через дорогу, видите, церквушка. Это самый большой в мире музей деревянного зодчества под открытым небом. Это все находится в 20 километрах от Архангельска. А ощущение, что это вообще конец света. Это красота такая, что... Ну, это мы расскажем. Как и расскажем про этот комплекс. Говорят, что здесь и зимой лыжи, санки, бани, снегоходы. Летом рыбалка, стрельба, гуляние и так далее. И поразительно вкусный ресторан. А на самом деле мы это все уже сделаем. Мы заканчиваем путешествие по этому комплексу. И все, о чем мы сейчас расскажем, мы уже видели. И если вы захотите где-то отдохнуть от всего мирского и получить такое удовольствие, которое вы редко когда получали, то приезжайте сюда дня на два, не больше. Ну, выстроите так маршрут, если по северу, то это место вы обязаны посетить. Оно на нас, на всех произвело очень сильное впечатление. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А с чем? Это пирожок с палкосом, я знаю. Как там была песня «Лишь бы день начинался», «Мне не надо судьбы иной», «Лишь бы день начинался» и «Кончался тобой». А какой плакат ты снял сейчас? «Трезвая Россия». «Трезвая Россия». «Хочешь?» «Ну, давай еще». «Ну, за приезд». «Да». «Наконец-то солнце». «Я очень рада, что...» «Молку хорошая, забористая, забористая». «Хорошая». «Правда?» «Да?» «Одно здоровье». «Добрый день». «Здравствуйте». «Главное — не снимать.» «Ну, ох ты.» «Хорошо». «Там хрена». «Да хрена». «Да хрена». «Музыка» «Какая красота!» «Конечно, фантастика!» «А знаешь, как переводится?» «Одубанчик». Вот, смотри, софион. Это одуваньки. Мы просто сейчас будем заселяться в коттедж, а Илья очень любит такую туалетную бумагу. Мы идем ему дарить бумагу. И заодно покажем коттедж, кстати. Так, ну вот коттедж. Это Илья. Илья, лови. Комната, назовем ее, лыжная. Это столовая, гостиная, кухонная часть. Пошли в спальню смотреть. Это наша хозяйка здесь. Как только приходишь, сразу приходят с вешалками. Пошли тогда в гостевой туалет. Ну, надо же все вам посмотреть, а Сашка очень любит туалет. Вот такой гостевой. Посмотрим спаленку одну. Их здесь три, они одинаковые. Такие вот двуспальные номера. Очень уютные. Со шкафом. И загляни. Здесь тоже туалет, смотри-ка. И даже душ. Ну, пошли смотреть. Ну, у Альков. Здесь Альков. Ух ты. Здесь такая романтическая комната для созерцания. Есть на что посмотреть. Беседочка там. Вон внизу. Это для барбекю. Там какой-то стол такой барбекю. Хорошо. Все. Теперь поговорим языком цифр. Этот коттедж рассчитан на 6 человек. И стоит он в выходной день 21 тысяча рублей. Цена этого с шестью завтраками, включенными в эту цену. В будний день 18. Захотелось такого доброго путешествия, скажем так, ретро-путешествия в несуществующий мир. Поэтому я нашел старинный атлас. Вот читаю здесь Архангельск, Северодвинск, Уемский, Первомайский, Холмогоры, Усть-Пенега. В прошлое можно попасть только на машине времени, на машине прошлого. Поэтому я по совету друзей купил новый автомобиль Москвич. Последней модели. И на нем я поеду в самый красивый в мире музей. Я надеюсь, что у меня ноги-руки помнят, как это делается. С полоборота. Так. Ну хорошо, давайте. До Малых Карел довезете? Я только туда и могу ездить. У меня один маршрут. Нам по пути. Поехали в Малые Карелы. В общем, вы, конечно, поняли, что это все такая инсценировка. Потому что я встретил замечательных ребят. Миша и Таня. Миша владелец этой машины времени. И пора все разоблачать. Меняемся местами. Едем нормально. Едем с Атласом. У нас Таня, она наш штурман и гид. И мы едем, а все остальное мы вам расскажем по дороге. Это Миша. Там Таня. Поехали. Осторожнее. Если он выпадет, нам надо его объехать. Потому что у него очень дорогой фотоаппарат. Вот Илья. Я говорил все время, что он ленивый. Что он не может даже встать со стула. Любит, чтобы все съемки происходили перед его стулом. Он залез в багажник. И может выпасть. Я надеюсь, что это будут наши лучшие съемки. Снимай аккуратно. Не на секунду не прерывайся. Потому что если он выпадет, это будет сенсация. В старых машинах, где, как видите, нет никакой ни навигации, ни этого, обязательно сзади должна сидеть Таня. Таня Штурман. Которая все показывает и рассказывает, куда ехать. И мне это нравится намного больше, чем вот это Яндекс и Алиса. Живая Таня в сто раз лучше. Я недавно проехался на Победе у Ермольника. Это я вообще не понимаю, как люди жили тогда. Вот как они все должны были вот с такими плечами накачанными. Потому что повернуть руль, это просто невозможно. Это я сейчас для тех, кто тогда не ездил на таких машинах, не было гидроусилителя руля. Сейчас вы вот так вот пальцем поворачиваете руль, что на огромном грузовике, что на маленькой машинке. А тогда все только с силой, усилием плеча можно было повернуть. Это какого года автомобиль? Восьмидесятого. Сорок? Вчера мы встретили случайно Мишу с Таней. Миша сказал, что будет сегодня северное сияние. Мы не поленились, пошли. Но видно, мы уже к тому времени были сильно выпившие. Мы не увидели никакого. Мы с папой каждую пятницу ходим в баню. Это происходит в обычно вечернее время. Поэтому мы очень часто наблюдаем северное сияние из бани. Поэтому я вам рекомендую сходить в баню сегодня. Послушай, Саша, давай пойдем сегодня в баню смотреть северное сияние. Северное сияние, оказывается, можно смотреть только из бани. Где бы она ни находилась, придешь в баню, ой, какой перепад, смотри, какие там церкви. Северное сияние Здравствуйте, гостики дорогие! Да уж, из дальних, здравствуйте! Мы рады гостям, что добрым вестям. А по старой-то по доброй традиции северной, гостей-то дорогих принято караватиком встречать. Угошайтесь-ка! Хлеб да соль, прочь печаль да боль. Вкусно ли? Вкусно! Ну-ка, всех угостим, гостей! Ой, караватик! Духом кормит! Сашка, пробуй, вкусно! Давай тебе дадим, Илья. Давай. Руки пройди за свет. Да. А соль все съест. На. Съем, говорят, на здоровье соль на побочке. Так что вот, для вас, для вас старались. Какая прекрасная песня. Теперь я понял, откуда пошло выражение «понаехали». Да. Из вашей песни. Из нашей, из нашей. Хорошее выражение. Да, «понаехали». Вот мы и к вам понаехали. Красота у вас. Давайте к нам сюда. А что мы будем делать? Петь? Спасибо большое, девицы. Ой, давно я хороводы не плел. А это только для блогеров из Москвы такие радостные встречи. Или любой может приехать и вот так вот с вами хлебом поделиться, поплясать, да? Да. Приезжайте, ребят. Уже можно и дальше не идти. Уже все, вы ощутили древнюю Русь вот сейчас. Ребята, а вы знаете, что такое флорентийский синдром? Такая болезнь действительно медицинская. Впрочем, у нас уже такой архив большой у нашего блога, что я могу к себе обратиться как к Википедии. Что такое флорентийский синдром? Психическое расстройство, характеризующееся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями. Данная симптоматика появляется, когда человек находится под воздействием произведения изобразительного искусства, поэтому нередко синдром возникает в месте их сосредоточения в музеях и картинных галереях. Вот в силу того, что мы, вероятно, во Флоренции больше никогда не будем, у нас по всему пандемия становится вечной. Ну и хорошо, мы уже были. Вы, кстати, пересмотрите блог про Флоренцию, там много интересных историй. Но мы обречены, и я это говорю без такой, без грусти, мы обречены на внутренний туризм. И, как выясняется, нам есть что посмотреть и чем похвастаться. Почему я заговорил про флорентийский синдром? Потому что я его здесь испытываю. Я вот забился в угол, хоть он и красный, но такая красота, которая царит наружу, которую вам сейчас показывает Жужа, это все стихами, красота наружу, ее покажет Жужа. А мы с Ильей забились вот в эту избу, у самовара я и мой Илюша, снимать сюжет мы будем до утра. Как меня понесло на поэзию. Это, наверное, осень так навеивает на меня. Это самый большой музей под открытым небом, музей деревянного зодчества здесь, в Архангельске. Здесь 120 построек, причем диапазон их возраста от 16 до 20 веков. Все это натуральное. Все эти церкви, здания, колодцы и мельницы перевозили на машинах, на поездах, даже на вертолетах. Это привозили сюда, здесь это воссоздавали. И вот получился такой потрясающий красоты комплекс. Куча туристов, куча. Даже вот сейчас совсем как бы неурочное время, не будний день, и то приходят люди, и здесь можно и пикник. Это я вам такие туристические истории рассказываю, чтобы вы приезжали, смотрели, потому что это того стоит. Вот не побывать здесь, это не увидеть половину России. Потому что в этой архитектуре, это вся наша, неважно, северная, южная, но это архитектура русская испокон веков. Вся она здесь представлена. Это я могу говорить бесконечно, потому что это и смотреть можно бесконечно. Жужа летает, вам показывает. А мы у муляжа самовара с Ильей и смотрим на муляжи сушек. А есть-то хочется. Вот красавица Ольга, которая ходит в таком нарядном обличье, рассказала мне, что это лучина. Ну, так она и выглядела в древности. И интересно, ну, лучина, вы знаете, это щепочка, которая горит. Но вот это вот корыца, в которой либо насыпался песок, либо наливалась вода. Лучинка прогорала, падала туда и гасла. А кто зажигал лучинки? Плохие дети. Плохих детей не бывает, бывают дети-озорники, скажем так. Их наказывали, заставляли все время, ну, как вместо того, чтобы в угол ставить, заставляли менять лучинки. И весь день, весь вечер они сидели, одна прогорит, а они берут другую ставят. И горит она 5-7 минут. Значит, сколько лучинок в час? Ну, посчитайте сами, сколько за вечер. Бедный мальчик. Вот я написал книгу «Мемуары двоечника». Если бы я жил в те годы, я бы только лучинки и менял. Меня сейчас прямо разрывает от трогательности. Я серьезно говорю. Вот дети, взрослые дети взяли и подарили маме на день рождения экскурсию в этот прекрасный музей. С хороводами, с пряниками, с песнями. Молодцы. А вы что подарили своей маме? Вот вы. Музыка. Музыка. А вы знаете, что такое загадка? Что самое нежное в природе? Ну, есть песня «Пахмутовый нежность». Это ничто по сравнению с вот этим местом у лошади. Вот эта вот губа. Я 9 лет занимался конным спортом. Вот прижаться к этой губе лошади. Ну, найдите сейчас где-нибудь, выйдите, поймайте лошадь и гладьте ее здесь. Это сказочное наслаждение. Да? Наслаждение сказочное. Ниже, ниже. Нежно? Увы. Здравствуй. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я лягушка-квакушка, я мышка-нарушка. А ты кто? А я Росгвардия. Это самая нелепая съемка, в которой я когда-либо принимал участие. Потому что баня обычно, когда снимают баню в кино, она холодная. Это муляж. Ну, чтобы снимать, чтобы не запотевала камера. Сейчас баня горячая. Это чемпион мира по баням, Санислав. Покажи спину, чтобы все поняли, с кем мы имеем дело. А? Мастер пиар. А, нет, пара. Мастер пиара. Да. Ну, чемпион мира, это круто. Ну, для нас мир весь ограничивается с этой баней. Хорошо. Значит, это, как вы поняли, Сашка. Мы хотели какую-то красавицу-барышню положить и на ней показывать мастерство. Но все барышни отказались. Говорят, пусть Сашка лежит. Значит, на Сашке мы отработаем сейчас какую-нибудь технологию самую. Когда чемпион мира парит, это вообще брызги летят, да? Санислав, начинаем и смотрим. Поддавать будем? Конечно, будем. У меня телефон весь запотел. Ну и хорошо. Отдавать? Оп-оп-оп. Нет, Сашкай, Сашкай, надо сделать так, чтобы он не мог терпеть. Нет, надо просто сильнее бить. Самое главное в бане, это познакомить человека с паром. То есть мы берем пар, постоянно его сверху, там как паровой пирог рассверху. Саша, ты чувствуешь что-нибудь сейчас? Я не знаю, что чувствует Саша, но мы с Ильей чувствуем по полной программе здесь. Ваше воздействие. Саша, а чем отличается русская баня от финской бани? Все давно хотят понять истину. Сауна в нашем понимании. Сауна, это название, просто производители печей. Гляньте. Это сухая баня, где температура максимальная, там, 120 градусов. И минимальная влажность, то есть там не подврасывают. А русская парная, это температура 60-70, даже 55, идеально 60. И влажность, соответственно, будет уже где-то тоже 60. То есть с помощью водички, камней мы создаем эти условия. Человеку будет легко, хорошо. А здесь можно приложить венички, они достаточно горяченькие такие. Поскрипи, поскрипи немножко. Сейчас у него шея выглядит, да? Мы сейчас это все прогреем ему. Чтобы он дальше не скрипел. Чтобы он дальше не скрипел. А, нет, все запотевает сразу же. Ну, скорее, скорее, я потеряю льдом. Скорее, не надо. Нахождение животных в бане строго запрещено. А в какой-то момент ты в бане становишься животным. И надо... Вот я вышел. Класс. Хорошо. Особенно, если сюда зимой приехать и в сугроб побросаться. Хотя банщик немножко странный, Стас. Он вот сейчас Сашку там льдом натирает в бане. Казалось бы, баня, но... В общем, мы пошли дальше, Пальчик. Пошли, Илья, а то здесь холодно. То есть, жарко. Так, это местный лосось? Ну, местный, да. Местный называется семга. Лосось атлантический, а ближе к Архангельску это все-таки семга. Да, наша мизенская. И что мы будем делать? Мы сегодня приготовим два излюбленных блюда гостей нашего ресторана. Это семга на бревне по-скандинавски и оленина на блинах. Будем жарить на бревне. Оленина на блинах. Круто. Да. А семга на бревне, это мне напоминает примерно то, что наш товарищ губернатор Карелии готовил на костре. Подопрем эту веточку и все. Так, вот так это ставится. Ну, это, наверное, Карелия и вы, в общем. Да, один регион, будем так говорить, это будет фишка нашего региона. А мы сначала ее, естественно, немножко приправим. Это соль. Сильно рыба с солью много не любит, поэтому слегка подсолим. Пару веток тимьяна. Северного тимьяна? Да, северного нашего. Здесь у нас на местных грядках, будем говорить, что он вырос. И закрепим, скажем так, чопиками нейтрального дерева рябина. Оно не сильно горчит. Убрали с него предварительно шкуру. Спроведем небольшие махинации. Ух ты. Мы-то молотком это вбивали, гвоздями, а вы, оказывается, чопиками рябина. Да, да, да. Это на вкус. Главное, будет вкус нейтральный. На самом деле, я уже не раз говорил, мы еще снимали когда-то этот рецепт тоже в Карелии с Любой Полищук, с Сережей Цыгалем. Щуку мы так распластали. И я считаю, что это самое простое, самое вкусное и самое быстрое блюдо из рыбы. Ну да, но время приготовления, я бы сказал, у него немножко оттягивается, так как нагрев-то идет все равно равномерный. Ну, это если вот так вот и изысканно у очуга, если костер горит неравномерно, то там она подгорит, там она будет сырая, самая, но вот эта фишка с веточками, а это чем мы поливаем? Я приправил немножко сливочным маслом, чтобы она не сильно подсыхала, хоть и семга жирная рыба, но тем не менее. Корка будет образовываться очень быстро. Щуку мы мазали лимоном и соль, перец и все. Ну, тут лимоном, скорее всего, сбрызгивают рыбы более жирные, вот как раз именно семгу, но мы не будем портить вкус семги и ставим на огонь. Мы уже поставили, мы уже обожаем обманывать. Чуть-чуть, чуть-чуть это все готово, все готово. Или вы хотите ждать полтора часа, смотреть, как она готовится. Это хотите? Вот прям не знаю. Так, дальше мы с вами подготовим оленину. У нас есть вырезка оленя, наша не архангельская, но с Наринмара. Это тоже ваш, но это тоже Наринмара. Ну, тоже, да, Ненецкий автономный округ. Снимали. Ну, вырезка у оленя небольшая, поэтому кусочки будут скромные, так сказать. Также посыпаем солью. Смазываем растительным маслом. И также опять наши любимые местные архангельские приправы розмарин, тимьян. Ну, да, да. Все, как мы любим, поморы. Так, ну и все. На гриль. Надо бы какую-нибудь музыку. У нас здесь Таня есть. Скай нам Таня поможет? Таня, ну как же мы без музыки-то готовим оленевну? За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо, за слезы и за счастье наяву, за то, что ты жреть меня не стала. За каждый миг, в котором я живу, но не за то, в котором ты жреться на роду. В общем, наша оленина отдыхает пока. Мы начнем гарнировать тарелку. Вот, кстати, очень важный момент, Паксим. Люди всегда начинают есть мясо, курицу с пылу с жаром. Достали из духовки или из кормки и сразу едят. Это какую ошибку они совершают? Ну, горячая пища, наверное, если все, ей нужно дать немножко отдохнуть любому мясу, чтобы соки начинали выходить, чтобы лишнее. Чтобы внутри распределилось тепло. Да, 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 тепло распределилось по внутренности мяса. Я даже слышал, по-моему, неправильно, что сколько готовил, столько и отдыхаешь. Да. Да, да, да. Так есть, но обычно все миньоны, жарка у миньона того же классического, она где-то длится минут 8. А отдыхать он может минут 15-17, в зависимости от прожарки требует. И тогда мясо вкуснее. Вот когда мы схватаем с гриля и начинаем есть, мы совершаем ошибку. Оно жестче и менее сочное. Все верно. Так. Для гарнировки нам понадобятся такие маленькие мини-блины. Мы их выкладываем на середину тарелки. Затем классические северные пирожки с яйцом. Вот так немножко над ними поизвращаемся. Нам нужен не весь, нам нужна его часть. Чусь, а это что, выбрасываем? Ну, это с чаем допьем. Нам нужно именно то место, где мало теста, но есть яйцо. А если нет такого прибора у вас, случайно, вот такого покажут? Ну, это прибор. То можете выгрызать. Да, да, да. Выгрызаете кусок начинку и сервируете гостям. Главное, чтобы они вас не застукали. Так, добавим немножко экзотики. Французского сыра с белой плесенью. Ммм, элегантно. Да. Очень хорошо сочетается оленина с этим сыром. Приятное. И настоящего мха. Чем питается олень? Это действительно настоящий белый мох. Это потрясающе. Ягель или не ягель? Это мох? Нет, это беломушник. Посмотри, как красиво он выглядит. Просто его можно в вазочку поставить, а он вкусный. Как достигать такого? Ну, мы сначала его вычищаем, затем замачиваем в таком своеобразном нашим фирменном маринаде с добавлением молока. Классно, типа чипсов. Да, да, да. И получается вот наподобие. И жарим на растительном масле. Но, ты знаешь, если мы этот рецепт сейчас распространим, то умрут те олени. Потому что это волшебное. Ну, вот оно у нас получилось слегка с разовцой. Ну, дальше ее тоже нежелательно до конца, прям уже до плотного. До полной готовности. Все-таки мясо дикого животного. И может показаться немножко резиновым. А так мы ей будет мягко и сочно. Деми глаз. Соус концентрированный говяжий бульон, который выпарен с добавлением красного вина. И муки, да? Нет, муки мы здесь не добавляем. Так выпариваем его на протяжении 7-8 часов. Ого. По идее, я бы вот так и подавал ее. Это на сколько корз? Здесь примерно 1,2 кг готовы. То есть корз? Ну, кому как. Ведь кто-то заказывает 200 грамм, кто-то 300, кто-то 100. У кого какая скромность? Вот она так выглядит. Ой, красота. Ну вот. Илья, а не хочешь попробовать рыбу? Зрителям будет так интересно посмотреть, как ты корчишься от аллергии. А ничего не будет. Просмотров будет 10 миллионов. Нет, а как я буду селфи снимать? А Сашка снимет. А Сашка уже корчится вообще. А в реанимации там у них свои камеры. Не-не-не. Сашка, иди пробуй. Сашка уже ходит корчиться. Прекрасная рыба. Присаживайся к нам, пробуй рыбу. Видишь, он корчится. Прекрасно, ты прорезаешь. Сейчас упадут свечи, сгорит ресторан. Тем временем пробовать вырезку с омхом. Не увлекайся. Вырезка в омху. Так, ну как рыба? Еще лучше? Божественный. Илья, будешь олень есть? Ну давай, отрежь, я же, видишь, снимаю. Это с кавампером и с выгрызанным пирожком. Смотри, какую я тебе красивую сделаю. Очень вкусно. Действительно. Вот смотрите, дорогие зрители наши. Вы после того скандала, когда Илья не снял, что он... Икру. Икру. Когда я не дал попробовать. И какое количество вас, дорогие люди, написали гневные отзывы. Смотри, теперь снимает, не может оторваться от того, как мы едим, пробуем. Нет, я просто пытаюсь, чтобы свечи из Сашки как рога росли. Ммм, как вкусно. Ммм. Вкусно. Давай, давай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!